То есть я должен садиться в свою машину на пассажирской, да? Ладно. А ты что думаешь? Видишь? Вертолёт. Я люблю вертолёт смотреть. Да нет! Я на секунду на карту отвлёкся и сорс утопился, блядь. Всем утюг, с вами Глюк и ещё со мной Сорс и Том. Да. Эээ, нет. Да. Мне помощь нужна, здоровайся пока и за мной. Короче, ребятки, мы сейчас находимся возле нашей организации на сервере Rainbow. И, собственно, я превратил свою тачку в рампу. Она реально подкидывает любую машину, которую вот-вот эту вот встретит, она её так не... Да, ты что? Хочешь сказать, и мой джип ты тоже подвинешь? Нет, твой джип, ну, да, вообще должен. Ну смотри, ну вот я, допустим, устаю. Где ты, где ты, давай, давай. Ну вот смотри. Ай, на! Вот так тебе и надо. Видишь, видишь, подкидывает. А вот под вот эти штуки, это вообще дичь. Он просто их поднимает. Ребятки, ждём, на самом деле, вас в нашей организации, чтобы вместе угорать, вместе развлекаться, вместе копить на наш особняк. Ну, я помню, что Давид что-то выбирал, но я не помню, какой именно он выбрал. Ну, можно поехать их посмотреть, как минимум. Можно тебя попросить дать мне запарковаться? Нет. У меня машина застряла, мне нужна помощь. А, давай. А где у тебя машина застряла? Трюк совершал, один очень весёлый, ну. Что, блин? Том. Том, 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 том. Давай, вот так вот. О! Так лучше. Видишь, вот не зря же ты прокачал свою машину. Ой. Я не прокачивал, я её просто помял так, как будто она рампа. Почему? Машина там обырвнялась. Так, кстати, смотри, где я нашёл, где гриль поставить? Где, покажи. Ну, ты кому ему там и место, в конце. А ты знаешь, что будет, блин, не в тебя. Если вот этот баллон попасть. Ничего не будет. Ты мне пощёчину дам. А чё ты, а чё ты вот надеваешься? Чё ты его дает до эпилепсии избиваешься? Сос отбой со стола. На, ногой. В лицо. Вы же, ребята, вы представляете, через бой, когда здесь будет целый, там, человек 50 таких дебилов. Ну, скажем так. Мне страшно предстоит, на самом деле. Том, Том, ты уверишь, ты хочешь на меня нападать? Давай сюда стреляй. А ты уверишь, ты хочешь на него нападать? Он на меня напал, я видел. Что? Стреляй в баллон. Стреляй в баллон. Стреляй в баллон. Вау! Серьёзно, он взрывается? Я думал, это, типа, ну, в игре в ГТАшке работа, а тут не работает. Ну, ладно. Ну, вот. Ну, чё. А, в смысле, всё, испортился? Дюка! В смысле? Мы чё, потеряли гриль? Не, не, не потеряли. Не потеряли? Хорошо. Я уже думал за новым ехать. Не, всё нормально. Тем более, что это личный гриль. Чё это я не могу посмотреть, что это у нас на складе? А вдруг вы там хентай храните? А, в смысле? Мы храним там эти, знаешь, эти подушечки с хентай-девочками. Слушай, что мы можем сделать на благо нашей организации, пока ребят почему-то нет? Они заходили, говорили, что будут. Ждали, да. Мы сегодня ждали вас в организации. Несколько человек сказали, что придут, но по факту их нет. И это меня очень расстраивает. Ну, один приходил, но отпросился, потому что реальная жизнь его отвлекла. Так что, ну, один пришёл, а остальные... Смотри, что мы можем сделать? Мы можем посмотреть особняки какое-то, да, подобрать. Или хотя бы просто посмотреть, что там за особняки, и что в них вообще можно поделать. Или мы можем выполнить какие-нибудь контракты и заработать нам кучку бабок. Благо нас уже трое. Ну, тогда Тому надо будет купить машинку получше. В итоге все есть заработанные деньги. А давай ему, ради прикола, купим Рэбелл второй, которого... Потому что у всех пикадоры, а вот ту машинку почему-то вилорганизации тоже берут. Ну да, с Энт Кинг мы явно не потянем. А Рэбелл сколько стоит? 50 или 60, я не помню. 50. И у него грузоподъёмность 140. Она делает дачку, она красивая. То есть плюс 50 килограмм. Я помню, я вмещал 8 мешков целых. А там влезет... Там, короче, 14 мешков влезет. В домашину. Десять и ещё. Ну, короче, смотри, я предлагаю поехать сначала за замками, посмотреть. А давай. Чё там за особняки, а потом уже отправить. Слушай, смотри, я был... А потом пойдёт дождь, судя по всему. Ну, Том просто смотрел Мэри Поппинс недавно, и... Поэтому... Том Поппинс... Где здесь выход? Том Поппинс, вот. Кстати, Том, а сколько у тебя в баке бензина? У меня вроде... Ну, сейчас у меня 37, я надо заправить. А ты знаешь, до какой заправки нужно заправляться? Конечно, я пока до неё доеду, у меня уже закончится. Бензин, поехали. Не, а серьёзно, Том, может тебе купим машинку такую, которая... Вот смотри. А, кстати, где-то здесь была... Смотри, какая она крутая. Ну, 150 она разгоняется каким-то чудом. В идеале и Буба Инфинити, конечно. Подожди, Том, 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 стой. Вот, остановись, остановись. Вот смотри, давай проверим, ты против моего автопилота. Поехали. Чё, как куда он поехал? Куда его несёт, мать его? В смысле? Подожди, он сейчас... Он связь от спутника потерял. Всё, поехали, всё. Во, едем. Отлично. Ты уже там, да? Ну, как бы да. Блин, ты победил мой автопилот, окей. Подождите, ребят, ребят, ребят. Рядом, смотрите, рядом один особняк, который очень, как бы, козырное место имеет. Пойдём посмотрим, сколько он стоит. Он куплен. Ну, понятно, что он куплен. Он уже давно куплен. Ну, я просто хочу посмотреть, типа, за сколько его купили. А, если есть, слушай, у них тут так козырненько, у них тут три тачки. Тут авторынок недавно был уже, помнишь? Тогда ярмарка. Ну да, а сейчас уже авторынок не здесь? Нет, авторынок всё ещё здесь. А тут два авторынка, по сути, потому что есть ещё в одном месте. Войти. Ребят, я вошёл внутрь. Я не знаю, я здесь не грохнусь сейчас. Слушай, а тут у них миленькие. Нифига. Интересно, они не против? Блин, прикольно. Я только здесь вижу только зонтик. Это что за что вырвал там стоит? Это я. А там человек, он стоит. Всё, просто присядь. А мы случайно забрели. Да, мы думали, может, что у вас тут интересное место. Ну, место интересное, но просто без спроса как-то это. Да просто, мы хотели позвонить, а как бы непонятно. А дверь открылась. Ну, я понял, но... А можно осмотреться вокруг? Просто очень интересно, что здесь есть. Посмотрите, просто типа, блядь. А давайте экскурсию нам. Да, может быть, эту экскурсию сделать, мы заплатим немножко. Нет, нам просто как бы посмотреть, чё-чё-чё-чё-да как в особняках. Все особняки типа одного типа. А, то есть, интерьер одинаковый, да? Да, да, интерьер одинаковый, типа. А, блин, а мы думали, что разные, ну, да, и как бы тоже. Комон. Блин, хричных ночной клуб здесь, ребята. Пиздец. У вас здесь значить клуб? А, это гей-клуб или обычный клуб? Гей? Я... Я сомневаюсь, что у нас вот в такой формулировке. А, ну ладно. Велик я... Нифига, вы повтори, смотри. Я был в других, но я, типа, я видел, что планировка одна и та же. Не зависит от цены. Ну, например, цена у них одинаковая. Угу, понятно. Том, ну, короче, извини, тут не гей-клуб, конечно. Расстроишься? Следующий раз, следующий раз. Еще не поздно. Не поздно, да. Мы еще купим свой и будет у нас свой. Для тебя отдельный, блядь, сделаю. Прикольно, ну, типа, блядь, бесполезно. Ну, место, да, но зато парковка есть, общая. Подожди, тачки. А, кстати, а сколько тачек в такой штуке? Тут, по-моему, здесь 10 гаражный, типа. Блин, ну, 10, на самом деле, вполне хватает. Ну, типа, гараж, по-моему, 10 и... И на организацию там 10 можно купить. Или только на организации. Смотри, а вот, если машина организации, то она тут постоянно на спауне стоит, да? Да, 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 типа, ты сам спауну выбираешь. Блин, классно. Ну, типа, сам минус тачек организации, то, что... Ну, я вам научно еще и говорю, то, что, типа, номера вы на дико зарегистрировали. Спасибо. Ну, на организации, на себя никак, вообще, в принципе. Если автомобиль на организацию. А как их тогда? Никак. Ну, меня лично один раз останавливали, но за это не штрафовали. Да, типа, нашего главного там вас штрафовали всегда. Ну, а как и... Как бы по логике, если нельзя купить номер, то что за это штрафовать вообще? У вас как бумажка не лежала. Блин, ну, прикольно. Ладно, не будем у вас тут больше отвлекать от важных дел. Спасибо, что... Вы, ну, очень важно, ходите по особняку. Да, где в жизни? Все, разминка прошла. Том! Посмотри на меня тут. Том! Том! Ёпа! Что? Тебе удобно? Том! Размяли ручки, пошли. Все, поехали. Это нас там, это, Сурс заждался. Так, ну, ребята, а кто что спер, короче, из особняка? Я вот ручку стырил. Мне мобила в конце понравилась, да. А ты проводная? А ты Сурс? Я просто из джакузи бутылки забрал с шампанским. Оркоголик. Я у нас, кстати, все бутылки побил в офисе, так что да, это надо. Погоди, надо посмотреть вообще, типа, ну, как оно вообще, какие там бывают что-то. Скажем так, седьмой, восьмой, девятый, явно не наши варианты, стоят выше двадцатки. Ну, подожди, подожди, тут вопрос скорее в том, в наших целях, типа, сколько нам вообще нужно? Вот это, например, 15 лямов стоит, третий особняк. Ну, наверное, ничего. Минимум нам надо накопить 15 лямов. Самый меньше, по-моему, был 14. Ну, это прикинь, это минимум, то есть, ну, бляха. Если он такой же внутри, типа, это прикольно, конечно, да. Тут, ребят, территории нет вообще. Седьмой, восьмой, девятый там тоже территории. 15 или 16, поехали посмотрим. 16, 21 ляма, и здесь только подъезд к гаражу. 24 ляма с половиной. И тоже, только подъезд к гаражу, они одинаковые, по сути. Ну, типа, ну, плюс-минус. Вот кто-то зайдет, перед воротами паркуется. Вообще-то неплохо. Ну, лучше, чем в том, блин, чем в третьем, в третьем вообще главном особо. Здесь хотя бы есть вот этот тупичок, где машина можно загнать. Да, тут можно машины загнать, как-то прокануться. Подожди, то есть, это вся территория? Серьезно? 22 ляма. А за что? За вот этот пятачок? Там, где я не могу развернуться машиной? Да. В смысле? Что и по газонам ездить нельзя, как бы? Я же говорю, по игре, вот это вот место, это было просто домиком для обычных людей. Ну, что, типа, ну, такое-то. Не, ну, это вот вообще сто процентов не стоит. Так, шибер, такое. Смотрите, рядом мафия какая-то, я не помню, какая. А, это те, которые меня на 5к развели. А, якуня. А, якуня. Ненавижу их. Можно мы, пожалуйста, придем и застреливаю к сектам? Чувак, задолбивайся, что ты станешь очень сильно. Посмотри, а здесь такая территория ничёшная. А вот здесь, кстати, да, здесь вполне себе ничёшное. А, ну и здесь стоит так ничёшно. Ну, 24, не, ну, слушай, там за 24 с половиной стоило говно собачье. А тут, смотри, здесь, здесь, здесь и сюда заехать, смотри. Ну, типа, если на организацию, там, да, из... Не, ну, пожалуй, машину я здесь, пожалуй, утопить не буду. Но можно. Ну, да, если... В тех бассейнах даже нельзя было тачку утопить, по-моему. Слушай, вот это хороший особняк, мне нравится. Вопрос, где нам взять 24 с половиной лимона? Ну, вот для этого нам нужны подписчики. Мы уже... Сколько заработали? Уже 350 у нас есть. Осталось... Всего-то каких-то 24 миллиона 150 тысяч долларов. Вот этот прям хороший, мне прям понравился. Знаешь, у кого такой особняк? Знаю. Именно этот? Я был в нём. Так. Я до чувака не допираю, да? Да. Так, ну вот это вот... Скажем так, ты должен допереть по Бэху или Бэнс. В этим словам. Дальше не могу. Так, ну пока что ставим на примете. Погодите. Ну да, 15 лямов, он самый топовый пока за 15 лямов. За 25 это вот то, что мне там понравилось. Но есть одна проблема. Нам на этих 15 лямов нужно ещё 14 лямов 700 тысяч насобирать. А для этого нужно играть. Для этого, ну не знаю. Ну для этого мы сегодня сделаем один из вкладов, что мы поедем и выполним какой-нибудь контрактус. Давай поедем, не знаю. А ну с контрактус. Ну по мясу Тому станет ездить на своей колымаге. Ну надо нормальную колымагу взять. Я могу в принципе у вас в колымаге сидеть и загружать это всё. Ну типа тоже вариант. Но у нас что из тачек есть ещё? У тебя есть Пикадор, да? У тебя есть Пикадор, потому что я тебе продавал. Ты можешь ключи от Тому дать от Пикадора. А сколько у него уже в подъёмность? 90. А, ну так же как у моего по-моему Тесла сейчас. У тебя Тесла по-моему на 85 или на сколько? Ну 10 там вообще территории хоть жопой жуй, но там во-первых занят, а во-вторых он стоит дороже сил. Занят, а там люди ходят. О, слушай. А ты был там внутри, да? Ты ходил? Нет, я что, дурак? А можно я сонюсь, как ты думаешь? А я что, один додумался прыгнуть? Слушай, а у них пипец территории. Охренеть у них тут территории. Это похоже, знаешь, вот типа на дом организации какой-нибудь. Просто её настолько много. Ну так именно поэтому они его и купили. Не, организации, которые вот типа там мафии или вот что-то такое. У них там такие особняки, что пипец. Я же в армянской мафии был раньше. Ну тут, короче, реально организация таких работяг. Там Сент Кинге две штуки стоят, Пикадоры и прочее. Ребел стоит белый. Ну да, то есть они прям вкалывают, ребята. Не, тут территория стрякает, только то, что въезд дебильнее. Да не, почему? В принципе, въехать нормально можно. Ой, а тут, по-моему, чьё-то. Ну туда валим отсюда. Врата Розенштейна. Блин, ну вообще-то тут неплохо. Тут, короче, дорожка специально отдельная ведёт к этому. Посмотри, походу тот, который у Джо, либо... Либо вот тот за 25. Да. Ой, тут мужик стоит. Учитывая количество заработка, Скорее всего, тот шоу Джо. Здравствуйте. Здравствуйте, а вы кто? Мы просто гуляли, и мы думали, что этот особняк продаётся. Оказывается, он не продаётся. Как вас зовут? Меня зовут Глюк Утюгович. Выйдите, пожалуйста, этот особняк. Хорошо, я вас понял. Спасибо. Тебя попросили выйти? Да, меня попросили выйти. 26 лямов! Да. Мать его, за что? Да тут не за что. Посмотри вот здесь, вот, вообще. Типа, камон, у Джо гораздо интереснее особняк в этом плане. Ну, кстати, вот здесь территория, ну, ничего. Поиграем в шахматы? А, 24 лямов. Ну, из тех, что мы видели, Либо этот, либо у Джо, либо у Торки. Как я говорю, это тот белый, да, Либо Джо, либо этот. Этот больше, чем территория Якутс и красивее намного. Ну, вообще, да, это тоже странно, на самом деле. 28 лямов, вот за это. За что? Блин, ну, вообще-то здесь красиво. Теннис есть. Слушайте, а давайте... Толку твоё красиво, если это непрактично? Ну, я согласен, да. Типа, вот, просто повосхищаться таким вот замком. Тем более, тут через... Помогите, я застрял. Не, вернись назад, я застрял тут. Я пока за забором. Вот это, ты сюда. Том, блин. Том, скука. Ну, это всё, это ты... Всё. Она там. Ну, садись ко мне, чё, поехали. Слушай, подожди, а есть ещё два особняка? Слушай, их надо увидеть. Какие? Даже три. Короче, смотри, четвёртый особняк, а девятый особняк, одиннадцатый. Давай к четвёртому сначала, он ближе. Ух, ребята, наездитесь вы с нами. Ну, просто, ну, выбор особняка дело серьёзное, надо поднимать. Ты понимаешь, что ты не вебер, это так, первый взгляд. Это, знаешь, как ты проходишь мимо девушки, ну, и ты такой, ага, вот это типа вот это, вот это вот оно. Ну, типа, надо понимать, чё вообще нравится, чё не нравится. Вопрос, сколько мы хотим заработать и зачем мы это хотим заработать? Мы хотим, ну, как бы развивать свою организацию здесь. Мы хотим, чтобы люди... Ну, так я жил. Вау. Откуда? Я жгерю, у меня машина рампы. Я машина придурка. Ну, это тоже. Тут не очень, слушай. Ой, серьёзно? Дом обычный. Подожди, это в смысле? Вот эту особняк? Может, они его, не знаю, за пять лямов купили, что ли? Да это сарай, блин. Что, блин? Это сарай. Смотри, чё машину спер, а? Поехали отсюда. Ну, тут маленькая территория есть. А он её не заглушил? Погнали отсюда. Том не хулиганит. Поехали отсюда. Плохой Том. Том, блин, верни тачку. То есть я должен садиться в свою машину на пассажирской, да? Ладно. А ты что думал? Видишь? Вертолёт. Я люблю вертолёты смотреть. Я на секунду на карту отвлёкся, и сорс утопился, блядь. У тебя так хорошо запульнул её аж до сюда? Да. Да я удивлён, что аж до сюда, реально. Но вот так красиво полетело, и я начало полёта жалко не увидел, боже мой. У меня всё есть. Она очень красиво упала. Ребята, если хотите увидеть фолды, снимки этого, вот, заходите к Тому на канал. Я тоже такой еду, знаешь, у меня есть, не улетел. У меня есть специальный канал для таких просто маленьких моментиков. Ну, поехали, садитесь ко мне, короче, поехали вам, вас по тачкам развезу. Ну, смотри, здесь вот у ребят уже митсубы стоят, как бы. Они нас имеют право даже расстрелять у себя на территории. Ну, вообще имеют, да. Конечно, они имеют, но я сделаю так. Ты дебил! Я жив. Точно? Я жив, я жив. Я думаю, я не допрыгну. Блин, ну у них нормальные тут тачки такие. Блин, он классный. Прям особняк офигенный. Ну, в жопе мира находится. Так, смотри, какой мы ещё не смотрели? Мы не смотрели последний вот справа, который находится высоко. А что за тыква? Слушай, ну, вообще говно. Смотри, какая тут штука вот стоит перед входом у них. Декорация какая. Маяк? Нет. Мелосипед до переднего колеса. А, я сначала подумал, что ты про Тома, потом понял, что нет. Блин, ну тут маяк, тут такой вот вид. Ну, знаешь, именно, как оно, захолустье, короче. Ну да, на самом деле захолустье. Ну, знаешь, там типа лямов за 8, да, там за 5, может. Нет, по-моему, он где-то, наверное, 15-20 стоит. Ну, я думаю, что да, скорее всего, нету дешевле 15. Итого, по этим особнякам-замкам, самый классный вариант тот, который у Джо. Ну, по факту, да. Самый классный за свою цену. А самый, который мне прям понравился, это вот тот белый. Так, слушай, пока Тома в маяке, давай спихнем его машину в море, а с вами, короче, поедем. Давай. 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 Вы же знаете, говно не тонет. Знаешь, я напомнил серию топ-гиры одну. Да-да-да. Там, там, погнали. Едем и все, валим. Мы что сделали, где-то? Он не выйдет. Да он не выйдет отсюда, ты, садись. А в принципе мне и вот это. Блядь. Садись, говорю, поехали. Ну, это, блядь. Что? Что, блин? Что? У него рассинхрон. Да. Какого хрена? У него рассинхрон. Я-то думал, ну все. Так, а где продается этот, как он, РБЛ или как ты называл? Это в дешевых тачках. То есть, обычная такая белая машинка на карте. Автосалон эконом. Вот туда получается, да? Смотри, нам, во-первых, типа, мы сейчас собираемся взять контракт. Для контракта нам обязательно нужна более грузовая тачка. Так, полюбуемся тем, что я сделал из своей Теслы. Даже сидения, по-моему, помятые. У меня есть Ребель. Тут, да? Из вариантов. Есть еще тачка, которая была у Тревора. У нее такая же грузоподъемность. И она Тому больше подходит по стилю. Хочешь? Но она медленнее. Максимальная скорость медленнее. А вот, кстати, набор скорости очень быстрее. Слушай, а что, если нам поехать и с руку взять, а? Тоже вариант, кстати. Просто там уже, скорее всего, будет ФТшное. Вот ради прикола можем посмотреть. Там что-то может продается такое интересное. Твоя затюненная. Поехали сейчас на рынок. Возьмем там тачку, вот, Ребель. Только попытаемся найти затюненную. Посмотрим, типа, за сколько она стоит. Здесь она получается новая, 166 косарей. Поехали, короче, смотрите. Поехали на рынок. О, слушай, время как раз. Время подошло вращать эту рулетку. А, вы можете на телефоне, по идее, да? Да. Да. Ну-ка. Ха-ха-ха, музыка-то. А где это делается? В телефоне, в бразере. А, точно. Ну-ка. Что у меня выпадет? Блин. Сейчас бы тачку выиграть, а? Эх. Фишки. 28 фишек. Ну, это копье. Чувак. Тут Ребеллии. Раз, два. А, ну все. Два Ребеля. Улучшенный, фтшный, короче, Ребель есть. Чей? Мощина. Чей? Это машина прекрасный. Слышь, эта машина, блядь, идущий голландец. Она здесь сама появляется, потом исчезает. Хуй его знает, чья она, блядь. Ммм. Ну, все, постоим еще немножко. Если никого не будет, то... Ну, хер знает. В принципе, если фтшный взять, за... А, черный вы спрашивали, кстати? Ну, да. Но он, типа, говорит, что называй свою цену. Да, да. Ну, да. Там, 78 где-то, я думаю, он возьмет. Так. Ну, все, походу, не найдем мы хозяина этого говна. А, че, Ребель, по чем продаж? За 75 продаж? Нет, конечно. Не, ну я понял. Ну, вообще, какая цена? Ты хоть назови хоть что-нибудь. Я вообще хер знает, по чем такого берут. А 75 ты на дурака, типа, назвал? Не, ну я хер знает. Ну, типа, разные тачки по-разному продают. Какие-то вообще по... С фтшкой продают за себестоимость. Не, ну это не про Ребел. Ну, Ребел всегда цена фиксированная. Она, как бы, у всех плюс-винус одинаковая. Там разница, там, 5000. Всегда, 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 всегда. А вот какая? Я понял. Ну, допустим, отстольником, что-то отталкиваться где-то. Может меньше. Окей, хорошо, я понял. А тебя кто-то интересует грузовой автомобиль? Ну да, просто там что-нибудь под 140 кг. Думали, тут чейно нужно. Мы думали тут что-нибудь, ну, на работу. Что-нибудь подешевле взять будет, чем... Такие есть ботхи всякие тоже 140 кг. Здесь нету сейчас на рынке. Мне обязательно Ребел покупать есть другие хорошие машины. Какие? На 140 кг. Ну, вот ботхи, говорят. Он стоит там, кто-то, короче, фатешный, по-моему, 70 тысяч. А это такой эконом-класс или что? Да. По-моему, да. Как он медленнее немного. Ну, сколько там? 15 километров медленнее он. 10 кг. Ты сам на нем ездил, короче, и сравнивал с Ребелом, по-моему, плюс-минус одинаково. Ну, и он еще 4-х метров. Кто? Этот? Ботхи? Да. Ты сможешь своей шайкой еще ездить, улик там всяких бандитов. Ну, это, подожди, это, которая там Тревор знаменитый владел, да? Да, 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 Тревор, на который ездил. Ну, окей, я понял. Так, ну что, ребят, пойдем отсюда. Блин, что здесь больше не вижу. Пойдем, короче, тогда брать эту дефолтную, да и все, и не морочь себе голову. Я так хотел с тобой остаться на вейке, как я хотел разогнать тебя. Я не понял, а что это вот ты вот не в форме-то, а? Кто? Ты. Ты вот что-то не в форме. Я не на работе. Ты на работе, все, еще ты с нами. Вот будешь без нас, будешь без майки ходить. А ну, оденься, давай. Ай, блин. Сейчас подумают, что у нас двое всего лишь и завтра. Прощай. А настрой, а мы страшнее, так? А я такое за угла застаю, постой, я такой, ты же, ты же, типа, я этот, ну, ты понял, да? Да. Женсы и худи. Смотри, джинная. Самое последовательное. Смотрите, что в цвет организации, смотрите, во, вот она. В смысле? Это не наш цвет организации. Нет, надпись. У него надпись в цвет организации. Вся тачка должна была быть такой. В принципе, это твоя личная, так что посрать. Вот смотри, вот становишься. Вот туда прямо. И едешь с максимальной скоростью вперед. Давай, я за тобой. А она медленнее моей прошлой. Ну ты подпрыгнул. Уже что-то. А где? Просто с парковки в парковку так и пролетел. Ну тебе не хватает. Там если прокачать еще движок, то было бы вообще хорошо. Давай прыжок опять. Я вкачал. Че ты вкачал? Машину. В смысле вкачал? У тебя же денег не было. У меня же квартира продавать. А ты че, прям двигатель весь вкачал? Да. А это 20к стоило. Серьез? Прям все этапы? Двигатель 20к и турботюнинг 20к. На четвертый уровень? Да. Че там вешу? У меня моя машина та дороже бы стоила. Все равно. Но если бы тебя подпихнул, то ты залетел бы. Давай еще раз. Тюка, куда я? Ладно. Ребят, еще один день в организации. Вот так вот проходят наши будни. Сидит Source 1, пялит на меня танцующего. А все почему? Потому что ребята поздно после школы устают и не всегда приходят. Ну потому что у нас в организации всего 8 человек. Где вы все, друзьяшки? Было больше народу, было больше движа, больше движа, больше роликов, больше роликов, больше кроликов, больше кроликов, больше мяса и полезных шкурок. Ни хрена себе цепочка. Так можно будет шубу шить. Он такой типа стоит за стенкой там и говорит, дождались? Да. Дождались только что-то за стенкой ты стоишь. Смотри, короче, мы что собрались? Мы собрались сделать контракт, но вдвоем мы пипец запаримся. Вот. И нам нужен ты. Для этого. Понял, да. У нас был еще план Кота Тома запрячь, но тебя не было и никого не было. Короче, никого не было. Да, мы сегодня с полдня здесь сидим и вообще никого нет. Ты видел, какой я маски сижу, было бы вообще весело. Ну ты же не видишь, какой я маски сижу. Так, ну хорошо, что там. Грандиозная уборка, да? Весной день мы не берем, потому что это слишком жестко. Ну, согласен, там ездить. Ага, все, я взял контракт. Мы, короче, мы присмотрели тут сегодня этот особняк офигенный. Ну типа накопить на него будем. Так, ну что ж, ребят, теперь у нас команда из трех человек. Мы взялись выполнять контракт. Я надеюсь, что мы его выполним быстро. Получается, нам нужно в среднем, да, если каждый будет носить по 10 мешков, нам нужно 20 ходок в сумме. Так, все, я загрузился по полной. Еду сдавать. Я думаю, мы сейчас быстро наклепаем. Типа, если еще плюс один человек. Если бы нас вообще сейчас было человек хотя бы 5. Да, вообще-то это вообще мгновенно было бы. Все, я все сдал. Так, ну-ка посмотрим, через телефон, Гриш, можно смотреть процент выполнения, да? Телефон, контракт. Вот, 19, то есть я десятку привез. А, нет, подожди, не десятку. Я 9. Я привез 12. Ходор еще ни разу не привез. А я привез 12. Не очень. Все, поставил автобус. Боже, я так его отбил. Сколько там не хватает? Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Так, телефон, контракты, вернуться к списку. А у меня нет контрактов. А, ну, значит, все, типа он выполнен. Все, да. Ребят, мы закончили контракт. В этот раз как раз где-то на треть быстрее получилось, чем мы тогда вдвоем пытались сделать. То есть в теории, если делать это в пятером, то это вообще изи дело. И как бы в течение часа это все решается. Ну да. Тем более в компании это реально делается веселей. Ну, во всяком случае, прыгается со скалы точно быстрее. А еще можно спихнуть кого-нибудь. Вот такая вот, ребята, у нас получилась серия. Мне кажется, очень офигенно можно заработать здесь в организации. Ну, реально, хочу какую-нибудь вот большую охрененную организацию здесь. Поэтому я очень-очень жду вас здесь на сервере. На этом все. С вами был Глюк, Сорс, Ходор. Всем удачи, всем бобра. А, еще с нами был Том, но он куда-то по-таистым образом пропал. Он утомился. Ссылочки на них на обоих будут в описании. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не Злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бам.